В последнее время наш телеканал регулярно рассказывает о случаях банковского мошенничества. Причин этому явлению несколько. Наложившийся на пандемию коронавируса экономический спад привел к снижению доходов среди граждан. Кого-то это подталкивает на совершение махинаций с целью наживы. Поэтому неудивительно, что на этом фоне активизировались аферисты. Они звонят доверчивым горожанам, предлагая взять кредит без справок и поручителей, сыграть на бирже или, например, решить проблемы с просроченным долгом. Об этих схемах подробнее в нашем следующем сюжете. Число случаев банковского мошенничества на территории Тверской области в последние месяцы заметно увеличилось. Об этом свидетельствуют данные специалистов Банка России. Рост активности нелегальных кредиторов и других мошенников, эксперты, регулятора связывают с нестабильной экономической обстановкой. Один из наиболее популярных методов обмана сводится к следующему. Аферисты заманивают потенциальных клиентов и предлагают им деньги в кредит без справок и поручительств, но под сильно завышенные проценты. Некоторые маскируются под легальные организации, чтобы вводить граждан в заблуждение. Однако доверчивый человек не только не получит кредит, но и в результате действий мошенников окажутся в финансовой западне, говорят эксперты ЦБ. Они могут создать условия невозможности своевременной оплаты по кредиту, после чего они могут приступить в агрессивной достаточной манере получения возврата средств, вплоть до того, чтобы, скажем так, как в стиле 90-х годов, до отжимания имущества граждан. Большую опасность для доверчивых граждан представляют и так называемые нелегальные форекс-дилеры. Навязчивая рекламу в интернете, они предлагают гражданам сыграть на скачках валютных курсов и получить внушительный доход. Мошенники предлагают пройти обучение игре на бирже, либо освоить профессию трейдера. Подходят к обману со всей обстоятельностью, создают программы, имитирующие показатели рынка с динамичными графиками и таблицами. Жертвы таких мошенников долгое время находятся в заблуждении, считая, что они действительно играют на рынке, продолжая отдавать средства за обучение. Когда приступают к реальной торговле, мошенники могут, во-первых, просто раствориться его денежными средствами, либо, опять же, сделать такие условия, что человек их проиграет и будет должен мошенникам. Активизировались также и раздолжнители. Это компании или частные лица, которые предлагают решить проблемы с просроченным долгом. Они обещают взять на себя переговоры с кредиторами или взыскателями, оказать юридическую поддержку или даже выкупить долг у банка. А получив деньги, бесследно исчезают. В Банке России советуют подобные вопросы решать лишь со своими кредиторами и в строгом соответствии с законом. При том, что сегодня многие финансовые учреждения идут навстречу своим клиентам. С учетом снижения доходов населения, банки самостоятельно в основном предлагают свои кредитные программы, программы реструктуризации, перенос срока платежей, изменение графика погашения задолженности. В Центробанке гражданам напоминают, перед тем, как доверять свои деньги каким-либо предприимчивым финансистам, лучше всего проверить их легальность через интернет. На сайте Банка России существует возможность уточнить, есть ли у финансовой организации лицензия, занесена ли она в реестр регулятора. Кроме того, важно обращать внимание на предложение по доходности привлекаемых средств. Если она значительно превышает предложение банков, то высока вероятность потери таких инвестиций. Соблюдение этих простых правил поможет вам сохранить свои сбережения и нервы.